Девушки отдыхают С вами Станислав Круглицкий, это интернет-журнал о новостройках.ру Помните, мы не создаем рекламу, а стараемся показать вам все объективные плюсы и минусы новостроек А находимся мы сейчас на первом на Гатинском проезде Как, собственно, и герой нашего сегодняшнего обзора Жилой комплекс Дом на Нагатинской от компании Лидер Инвест О, вот он, смотрите Дом на Нагатинской это монолитный жилой комплекс класса Комфорт Плюс Строительство которого началось в первом квартале 2014-го и закончилось в четвертом квартале 2016-го года Квартирный фонд состоит из однокомнатных, двух- и трехкомнатных квартир Площадь которых составляет от 42 до 107 квадратных метров А стоимость от 9 миллионов до 22 миллионов рублей Или от 196 тысяч до 243 тысяч рублей за квадратный метр Ну а расположился дом по адресу 1-й Нагатинский проезд, владение 14 В 15 минутах ходьбы от станции метро Нагатинская Новый год принято начинать с чего-то нового, чистого и светлого Именно поэтому мы обратили внимание на компанию Лидер Инвест Которая для рынка недвижимости является новичком Если не сказать ребенком Мы взяли и выбрали один из самых больших объектов компании И вот мы здесь Большой это, конечно, громко сказано Здесь запроектировано всего 270 квартир Так что большой он для компании Лидер Инвест Которая, в принципе, профилируется на домах клубного типа Видали мы дома и побольше Но, несмотря на свои скромные размеры Этот жилой комплекс смело можно назвать ярким пятном этого района Заходя на внутреннюю территорию дома на Нагатинской Создается впечатление, что проектировался он для очень узких и вытянутых вверх людей Ярко-рыжие фасады в сочетании с серо-коричневого цвета кирпичом А также светлыми панелями выглядят очень лаконично и свежо Ну а подарили нам эту красоту архитектурное бюро Сергея Киселев и партнеры Сергей, спасибо вам большое Отделка фасадов – это европейский клинкерный кирпич Либо, значит, фибробетонные цементные плиты Это европейский кирпич, он был завезен сюда специально под строительство именно этого объекта Стоимостью евро за штуку Скажите, у вас просто много евро, почему вы купили такой дорогой кирпич? Компания стремится изготавливать свои дома действительно из качественных европейских материалов И именно поэтому был выбран этот кирпич Внутренняя территория жилого комплекса дом на Нагадинской стоит, по сути, на кровле двухуровневого подземного паркинга Именно поэтому это, ну, можно сказать, безжизненное пространство И для того, чтобы как-то придать ему жизнь, здесь была применена структура такая сэндвичевая То есть постелили туда бетон, затем гидроизоляцию, затем такую защиту специальную от корней растений Далее дренажно-накопительный слой, потом щебенка и уже потом плодородный слой почвы Именно благодаря этому здесь можно будет улюбоваться в летнее время травкой И вот даже здесь посаженные деревья, несколько штучек, четыре я насчитал Ну, а так выглядит место общего пользования, которое называется парадная Да, совершенно верно А в каждой парадной у нас находится отдельная зона для колясок и велосипедов Зона для консьержа, а также туалет и помывочная Где в случае, если у вас есть домашнее животное, вы можете сразу в подъезде помыть ей лавки, чтобы не пачкать уже свою квартиру Ну, а туалет для людей Туалет, соответственно, для людей Скажите, вот я, честно говоря, никогда в жизни не видел, как выглядит вот эта помывочная зона для собак и кошек А можно на нее взглянуть? Она опечатана сейчас Чтобы строители не мыли там свои ноги Понятно Вообще, конечно, к сожалению, нам не удалось полностью убедиться в том, насколько здесь красивая и качественная парадная Потому что, как вы видите, они отделаны специальной фанерой для того, чтобы не поцарапать все при всяких ремонтных работах Но даже при этом здесь выглядывают такие участки, по которым можно сделать вывод о том, как она будет выглядеть Вот, например, все тот же таракотовый цвет вставочки Кирпич клинкерный или не клинкерный? Ну, вот прямо здесь это панели под кирпич Кирпич, да, то есть сюда выкладывают кирпич, смысла нет, кирпич лежит именно на фасаде дома Вот здесь вот у нас плитка такая большая, красивая, под мрамор Это керамогранит под мрамор, соответственно Ну и прикольное, достаточное освещение Мы забрались с вами, Михаил, на третий этаж корпуса номер два для того, чтобы посмотреть квартиры Сейчас мы в лифтовой площадке, у лифтовой площадки Да, у лифтовой площадки И я знаю, что вам есть что сказать Да, конечно, значит, смотрите, что можно рассказать Значит, все благоустроено, все очень удобно, все очень хорошо продумано Ну, во-первых, это камеры с мусоропроводом, которые прорезиненные, да, очень хорошие стальные двери И запах, даже если будет эксплуатироваться сама шахта мусоропровода Запах не будет стоять в доме, что обычно бывает в старых постройках Два лифта, это лифты Otis европейского производства Один грузовой, один пассажирский лифт Кстати, спускается до минус второго этажа паркинга Это значит, что вы припарковали машину Вам не нужно подниматься не по лестнице Вы просто вызываете лифт и поднимаетесь к себе на этаж, что очень удобно Также прошу обратить внимание на вот эти вот двери Значит, дверь на места общего пользования Она система антипаники, жаростойкая Это значит, что снаружи вы можете открыть дверь только с помощью ключа Изнутри может выйти любой совершенно То есть, эта ручка вот отсюда открывается всегда Она никогда не блокируется И такая система называется антипаника Да, это называется система антипаника У меня дома квартира с системой антипаника Ну, что на самом деле в рамках, в целях безопасности очень правильно Потому что, ну, допустим, здесь могут быть гости у кого-то находиться У которых не будет ключа, и они всегда смогут выйти В случае экстренной ситуации И также жаростойкое стекло, которое выдерживает прямое пламя до 4 часов Ничего себе Да, и такие двери стоят в местах общего пользования Ну, вы же не предполагаете, что здесь 4 часа будет? Конечно, нет Источник огня расположен Это самый эффективный способ борьбы с воспламенением, да? То есть, чтобы именно пожар не в случае... И с вандалами Конечно, чтобы он не распространялся по всей территории здания Михаил, вот по поводу мусоропровода у меня еще вопрос Вы сказали, что если захотят, то он будет функционировать Эксплуатироваться, конечно А сейчас он в заварении, я так правильно понимаю? Сейчас он не заварен, они все просто двери закрыты на ключ И, соответственно, в случае, если жильцы захотят его эксплуатировать, они смогут Но это на общем собрании жильцов дома будет решено Я вот смотрю, у вас вот этот терракотовый цвет, он вообще прям везде, да, в вашем комплексе? Да, у нас... То есть не только снаружи? Не только снаружи, это вставки вот именно этого терракотового цвета, они создают изюминку дом, да? То есть, если мы представим, что это был бы просто светлый холл, он выглядел бы совершенно по-другому А так, это дизайн, это уже очень интересно Вот тут я с вами соглашусь, Михаил Вот мы с вами вышли в коридор межквартирный Межквартирный коридор Что могу рассказать про межквартирный коридор? Ну, во-первых, здесь находятся все основные коммуникации Это счетчики электроснабжения, счетчики теплоснабжения и так далее Что очень важно, что жильцы дома будут платить за теплоэнергию, исходя только из потребленного уровня, да? То есть, это не норма, а именно счетчик с коэффициентом Также, что очень важно, в коридоре потолок выполнен по системе подвесного потолка Это значит, что все коммуникации в дом будут заведены через потолок Его будет не видно и не будет в коридоре ни проводов, ни каких-то коробок и так далее Все коммуникации будут напрямую заведены через потолок прямо в квартиру собственнику Я вот смотрю, все двери металлические Устанавливаются металлические входные двери по умолчанию? Да, по умолчанию, по проекту, все двери теплоизолированные, с покраской металлические То есть, выполненные в едином стиле Мы зашли в одну из квартир Квартиры в этом доме сдаются без отделки Сейчас мы находимся в шоу-руме То есть, здесь проведена полностью полный ремонт Квартира обставлена мебелью И как бы я не уговаривал Михаила начать этот обзор этой квартиры с коридора Он повел меня к холодильнику поближе, на кухне Мы сейчас с вами в какой квартире находимся? Это двухкомнатная квартира на третьем этаже Все квартиры, они здесь сдаются просто коробкой Стены не возводятся Ну, межквартирные, естественно Межквартирные Да, межквартирные стены, естественно, возводятся При том, что все квартиры у нас выполнены таким образом, что имеют возможность объединения Это значит, что вы всегда можете купить две соседние квартиры И на местах, где нет несущего участка стены Вы можете сделать проем и, соответственно, жить по большому счету в двух квартирах, что очень удобно Знаете, что еще? Какой вопрос у меня? По поводу вот этого окна Почему вот сделано вот это разделение, занирование двух окон? Почему нельзя было сделать одно большое окно? Это техническое решение В зависимости от нагрузки плит и так далее То есть, именно в этом месте должна быть удерживающая конструкция Ясно, но это несущая Это да Не получится подснести, да? Нет, все наружные стены дома являются несущими Михаил, скажите, пожалуйста, нам еще что-нибудь об этих квартирах Смотрите, значит, что можно сказать про коммуникации в квартире Значит, отопление выполнено трубами рехао Отопление лучевое проведено все по полу Оно зашито сейчас в полу А также очень хорошие европейские радиаторы Baderos Которые являются вторым лидером на мировом рынке по объему продаж И, соответственно, это очень качественное, хорошее оборудование Также остекление выполнено Профиль KBE Двухкамерный стеклопакет Это стандартные окна, которые предусмотрены проектом И, по большому счету, замены не требуют, да? То есть, пожалуйста, эксплуатируйте эти окна А они будут сохранять вам тепло и холод летом Что мы сейчас прямо с вами и ощущаем Здесь двойной стеклопакет? Да, двойной стеклопакет Совершенно верно Два отделения Не поддувает, да? Ниоткуда? Не поддувает, ничего Пожалуйста, к нам приходили специалисты Которые замеряли оборудование Потери тепла и так далее И пришли к выводу Причем специалист был нанен собственником И пришли к выводу Что там нужна небольшая регулировочка Была по отдельно взятой квартире Но замены не требуется Потому что все теплопотери укладываются в норму Давайте их просто назовем специалисты по поддуванию Хорошо Высота потолка 2,83 Какая-то одна из этих цифр Да, в чистовом варианте 2,95-3 метра Уже в зависимости от того, на какой уровень был залит пол А вы знаете, какой вопрос у меня возник? Вы говорили о том, что коммуникация отопления выведена по полу Означает ли это то, что пол может быть теплым в том местах, где проходят трубочки? Конечно, так оно и есть То есть, по большому счету, часть пола подходит под определение Сделано по системе теплые полы Понятно А как понять, где у вас проходят трубочки? Запустите кота там, где он ляжет спать Там, значит, и трубки проходят Мы решили зайти в спальню с Михаилом Ну, не в саму спальню, а на лоджию, которая находится рядом со спальней Это лоджия какой площади? Это лоджия порядка четырех с половиной квадратов Все лоджии в нашем доме холодные, неотапливаемые Утеплена только наружная стена, которая примыкает непосредственно к квартире Утепление там более двадцати миллиметров Ну, это действительно очень серьезно Значит, наружные стеклопакеты алюминиевые Они одностворчатые в основном И вот мы можем сами посмотреть, как они открываются Вот, все легко и просто Пожалуйста, закрыли Подышали воздухом и закрыли Очень красиво открываются у вас окна на лоджии Да, действительно Это, насколько мне известно, алюминиевая, да? Это алюминиевый профиль, да Без стеклопакета Вот здесь просто одинарное стекло И, соответственно, окна на... окна купе Как сейчас? Тепло на душе стало Сразу чаю захотелось выбить С бутером Да И подстаканником Ну что, пойдемте? Пойдемте Поехали Вот мы вышли с Михаилом из спальни И слева обнаружили кладовочку Да, смотрите Данная квартира выполнена в классической планировке То есть, у нас все квартиры в этом доме являются квадратообразными Но основная масса, да? И это не исключение Как мы видим, то есть, есть зонирование на три комнаты На две комнаты плюс кухня Также в коридоре у нас предполагается В каждом коридоре предполагается кладовая комната Причем очень большая, где можно хранить постельное белье, зимние вещи и так далее Что является очень удобным Да, должен сказать, что все квартиры здесь в этом комплексе достаточно объемные Даже однушки здесь начинаются от... 42,5 квадратных метров Да, то есть, даже в однушках предусмотрено вот подобное... Да, совершенно верно Совершенно верно Также раздельный санузел, туалет, ванна Все находится в коридоре и имеет прекрасный доступ А раздельный санузел везде тоже, в каждой квартире? Да, в зависимости от конкретной квартиры Где-то он совмещенный, где-то раздельный А дальше уже на усмотрение собственников жилья Вы можете его разделить или совместить Спасибо Ну, а сейчас пришло время все-таки проверить, как проходят вот эти трубочки отопления по полу Отопление по полу Заходим в квартиру в том виде, в каком она сдается вам, дорогие наши будущие собственники Что ж, мы зашли с вами в классическую однокомнатную квартиру И можем наблюдать, как разведено отопление именно по полу Соответственно, вот две трубы, подача и обратка Как вы говорили, как определить, где идет труба, я уже сказал, вот именно по радиатору Потому что все трубы, как ни странно, приходят в радиатор Действительно, вы не набрали Вот Это классическая однокомнатная квартира в классическом исполнении, как мы ее сдаем Как вы можете видеть, есть несущие пилоны, а также силикатный блок Стены наружные выполнены из газоблока Вот Ну, соответственно, утеплены Уважаемая компания «Лидер Инвест» изначально подошла с обманом Обман заключается в толщине перегородок Все, буквально, собственники были обмануты И поэтому взялись лишние квадратные метры За эти квадратные метры они требуют правдами и неправдами в разрез строительных норм и правил заплатить от 300 до 500 тысяч рублей Вы представляете? Люди, можно сказать, брали ипотеку, копили по копейке, по рублю Наконец-то, получив жилье, еще вынуждены доплачивать Вот именно это самый важный момент, а иначе они не выдают ключ Да, но по большому счету это ведь ситуация, которая свойственна не только этому объекту Но, в принципе, всем монолитным домам Согласен с вами, но они изначально обманули Допустим, пример простой Перегородка должна быть 120 мм Они ее сделали трассировку 80 мм То есть на 4 см меньше Отсюда возникают дополнительные метры Вот и возникла доплата Это обман чистой воды Я и смотрел проекты И в договоре долевом участии указана толщина перегородок минимум 120 мм Да, смотрите, здесь трассировка так называемая выполнена из пазогребневого блока Шириной 80 мм Мы могли выполнить Это на самом деле, эта трассировка выполняется просто для замеров в БТИ Просто для того, чтобы выделить комнаты, какие они будут Соответственно, это не является ни несущей конструкцией, ничего подобного И по договору мы могли это сделать из кирпича и из пеноблока Соответственно, тот же самый кирпич мы могли положить на ребро А пеноблок существует разного размера, в том числе и 75 мм Поэтому принципиальной разницы в том, что мы выполнили именно из пазогребневого блока На момент закупки, который был просто экономически эффективнее, никакой нет Почему возникает разница и почему людям иногда приходится доплачивать, а иногда и компания возвращает денежные средства? Потому что мы продаем на стадии первичного проекта, да, и он может незначительно отличаться Но в рамках объема проекта это незначительно вырастает в квадратные метры Уже по факту составления технического и генерального плана проекта Соответственно, после обмеров в БТИ как раз в договоре предусмотрено, что разница более метра Вне зависимости в плюс или минус идет на взаимозачет Если, соответственно, больше клиент доплачивает, если меньше, то компания возвращает денежные средства Соответственно, после осуществления замеров в БТИ как раз таки у нас это и произошло То есть часть клиентов доплачивали денежные средства, у кого-то не было расхождения, то есть укладывались метр А кому-то компания возвращала деньги А так страна у нас хорошая, народ очень хороший И люди в Лидер Инвест тоже хорошие, отзывчивые, но только вот они как бы не очень хорошо поступили Ну что, Евгения, ты настроил световой баланс? Михаил, можешь продолжать? Спасибо тебе Лоджия также порядка четырех с половиной квадратных метров Вот мы сейчас ее наблюдаем именно в том виде, в котором она передается собственно Мы находимся на высоте девятнадцатого этажа и посмотрите, какая прекрасная перспектива отсюда открывается На центр нашего любимого города Вот там МГУ, а вот там Москва-Сити А вот хрущевочки Ну и, конечно же, двор Маленький, но уютный Ну и Варшавское шоссе, которое обеспечивает этому жилому комплексу транспортную доступность Ну а если вам понадобились вдруг какие-то материалы, стройматериалы не докупили, а вы в тапочках, то вот, пожалуйста, строительный рынок Каширский двор Мы находимся сейчас в лифте Он по понятным причинам отделан фанерой Спускаемся на минус Минус первый этаж на парковку Для того, чтобы вам ее показать Да Продолжение следует... Продолжение следует...